Доброе утро, дорогие друзья! В эти предновогодние дни мы все с вами превращаемся в маленьких детей. Да-да, мы все мечтаем, мы все загадываем желания, мы все ждем чудо и волшебства, которое обязательно случится с последним ударом курантов. Ну а каждая женщина, конечно же, думает о том, чем же вкусненьким порадовать своих родных и близких в праздничную новогоднюю ночь. Меню составляется заранее, все четко выверяется, но на каждом праздничном столе в эту праздничную новогоднюю ночь есть одно неизменное блюдо. Какое? Конечно! Конечно же, это оливье. Кстати, самый большой салат оливье был приготовлен в 2012 году в городе Оренбурге. Представьте себе, он весил 1841 килограмм. Туда вошли 220 килограмм картофеля, 40 килограмм лука, 80 килограмм морковки, 180 килограмм свежих огурцов, 20 килограмм зелени, 500 килограмм колбасы, 170 килограмм соленых огурцов, 260 литров майонеза, 5040 яиц и 136 килограмм зеленого горошка. Представляете, кто все это ел? Наверное, весь город Оренбург. Ну а сегодня мы с вами будем вкусно путешествовать не в пространстве, а во времени. Да-да, мы с вами отправимся на 150 лет назад. Город Москва, Трубная площадь, ресторан Эрмитаж. Именно в этом ресторане творил свои кулинарные шедевры Люсьен Оливье. Да-да-да-да, именно тот Люсьен Оливье, который изобрел салат Оливье. Ну и еще один соус, который мы с вами добавляем фактически во все салаты. Какой? Конечно, майонез. Так вот, рецепт салата Оливье, который изобрел этот знаменитый повар, к сожалению, утерян. Он унес его с собой в могилу. Но есть воспоминания тех посетителей ресторана, которые посещали в те годы его и которые наслаждались вкусом этого великолепного салата. Он записан, но, конечно, не в полной мере. И сегодня нам удастся с вами не только его воссоздать, но еще и приготовить и, может быть, кому-то и попробовать. Мы с вами отправляемся в ресторан Бородино. Поэтому шеф-повар Сергей Горелов поможет нам восстановить рецепт салата Оливье. Итак, дорогие друзья, мы с вами находимся в зале, в великолепном зале ресторана Бородино. И рядом со мной тот самый легендарный шеф-повар ресторана Бородино Сергей Горелов. Сегодня Сергей поможет нам восстановить тот самый оригинальный рецепт салата Оливье. Что туда входило, я надеюсь, вы нам расскажете, покажете, как это все происходило. Ну, а почему восстановить не близко к оригиналу, потому что утерян рецепт, да, насколько я знаю? Ну, просто Люсьен Оливье свой рецепт с этого салата не рассказывал никому. Никому. И тихонечко туда ушел в тот мир вместе с этим рецептом, да? Хорошо. Этот салат был создан Люсьеном Оливье в 1860-х годах, в 60-м году, да? Что туда входило? Какие продукты были в Москве на то время? На то время был очень хороший выбор продуктов. Рябчики. А что у нас? Это рябчики. Прям самые настоящие? Да, настоящие рябчики. Роковые шейки, каперсы. Так. Вот что вот это такое, можно объяснить? Это желе, это говяжье желе. То есть это вот круто-круто сваленный бульон и застывший, почти как холодец. Понятно. Это тоже входило в салат? Да. Ясно. Майонез, который сам выдумал Оливье. Он его и придумал рецепт. Это соус. Оливки, огурцы соленые, огурчики свежие, картофель и перепелиные яйца. Перепелиные яйца. И все это, видимо, каким-то образом смешивалось. Я знаю, что в оригинальном рецепте у Оливье было еще... Все подавалось отдельно. Огурчики, оливки, каперсы, желе, соус. Все подавалось отдельно. Но русские потребители на то время не понимали, как это можно есть. И они все это смешивали. О, как у нас все перемешалось. Все смешалось. Кони, люди. Это у русских нормально все, да? И получился салат. Люсьен очень сильно нервничал по этому вопросу. Что они все вот это перемешивали. Да, что они не понимают его искусство. Но в один вечер он решил приготовить уже смешанный салат. В русских традициях? Да, посмотреть, как это реагирует. Его посетители ресторана восприняли очень хорошо. То, что им не приходится уже смешивать. Самим это все, да? Сразу можно закидывать. Хорошо. А вот сегодня вы будете готовить этот салат. Вы его будете делать, как Люсьен Оливье, вот кучками? Или уже будете смешивать все? Нет, я уже его буду смешивать. Ну, ближе к нашей встрече. Для наших зрителей, для того, чтобы они могли это приготовить сами. И чтобы их гости могли просто отдегустировать этот салат, а не перемешивать его и создавать свой вкус. Итак, дорогие друзья, у меня в руках сейчас меню ресторана «Бородино». И скажу вам по секрету, что в этом меню есть салат, похожий на оригинал салата Оливье. Не знаю, как дома наши телезрители попробуют ли рискнуть на такой набор продуктов, но всегда можно прийти к вам в ресторан и отведать это, да? А вдруг понравится и сами будут готовить или приходить к вам все время. Ну, этот салат у нас в ресторане так и называется – салат «Бородино». Прекрасно. То есть, ну, понятно все, такой настоящий русский. Ну что, давайте приступать? Да, давайте приступать. Давайте приступать. С чего мы начинаем? Рассказывайте. Отварной картофель нарезаем кубиками в 5 мм. Так, ничего нового пока нет для нас, да? Мы в Оливье тоже режем картофель кубиками. Это основная составляющая, по-моему, салата Оливье, да? Сытная. А откуда возник вот нынешний рецепт, который мы знаем? Ну, я думаю, что из-за недостатка набора продуктов. Салат столичный идет с говядиной, с отварной. Опять же, почему с отварной говядиной именно салат столичный? Потому что, наверное, в столице только эта говядина. Говядина и была. Нет, ну, кое-где она мычала там и по периферии, но навряд ли ее использовали в салатах. Она не мычала, она домычивала. Домычивала и домычивала. Берем огуречек. А вы очищаете, да, кожуру? Очищаем, я думаю, кожуру, да. Чтобы он был нежнее и мягче, я так думаю, да? Так, запоминаем. Картофель порезали кубиками, огурец очистили от кожуры. А мы вот так чистим. Тут видите, как повар делает? Точно так же мы резаем кубиками. Где-то 5 миллиметров, да, кубики? По полсантиметра. Свежий огурец. А там шел и кислый, да, огуречек, и свежий огурец. У нас пойдет и кислый огуречек, и свежий огуречек тоже. Ну, тоже контраст вкусов такой получается. Я так понимаю, что тут вообще все на контрасте вкусов как-то создано, да? Ну, французы жили. Да, гурманы, любители. Гурманы, да, это одна из кухонь, которая считает себя лидирует в мире. Ну, не даром назвать высокая французская кухня, да? Ну, я согласен, что у них, конечно, очень хорошая кухня. Я согласен, что и у итальянцев хорошая кухня, но у французов кухня сделана на колониях, которые завивала Франция в свое время. Это Марокко, это основа, на самом деле, французской кухни, это марокканство. Правда? Да, которые внесли свою лепту во французскую кухню. Ну, наверное, специи какие-то, да? Берем соленые огурчики. Так, соленые тоже режем так же? Да, точно так же нельзя. Только уже не очищаем. Сейчас вы приготовляете салат на одну порцию, да? Да. Одну порцию салата. Ну, примерно можно оценить, сколько, да? Вы видите, сколько ингредиентов, какой объем. 50 грамм огурцов соленых, грамм 100 огурцов свежих. 100 грамм картофеля отварного. Так, дальше что у нас идет? Дальше у нас... Все остальное достаточно меленько. Их тоже режем, да? Да. Как? Оливки, оливки. Снимаем с кости. У вас с косточкой, да? Снимаем с кости, тоже на кубики оливки. Они дают свой определенный привкус. А Люсьен Оливье, он придумал и майонез, да? Это его изобретение майонез, соус этот. Насколько я помню, прованское масло было, уксус французский, свежие желтки добавлялись, да? Как-то все это взбивалось. Да, самый вкусный майонез считается все-таки, который сделан на перепелиных яйцах. Я имею в виду, он, во-первых, самый полезный. Что дальше у нас? Все мы подготовили. На самом-то деле полностью все для нашего салата. Сейчас мы будем все замешивать. А вот эта птица некрупная, она прям так и идет целенькими? Да. В моем понимании. То есть я представляю наш салат, вы его можете попробовать у нас на Новый год. Он будет именно с рябчиками. Я его представляю именно так. Я не хочу отделять мясо. Ну да, надо сохранить вот этот маленький рябчик, чтобы было видно, что это рябчик, а не что-нибудь там. Оливочки наши. Так, это мы сейчас все будем смешивать, да? Соленые огурчики. Угу. Свежие огурчики. Есть. А вот скажите, вы часто сами сочиняете что-нибудь или идете по классической какой-то рецептуре? Нет. Я чаще всего, наверное, беру какую-то рецептуру. И усовершенствую? И перефразирую ее под свой лад. Ну, я думаю, что каждый... Ну, любой же повар же это. Конечно, художник, творческий человек. Я тоже хотела сказать о том, что творческий человек, он всегда вносит свою нотку какую-то, да? Да. Майонез. Рассказывайте. Каперсы. Каперсы. Что такое вот эти вот каперсы? Это что? Каперсы – это соцветия цветов. На самом-то деле они фиолетового цвета и очень сладкие. Да? А их как-то маринуют, да? А их маринуют, да. Их солят. Оставим парочку штук. Для украшения? Для украшения. А их солят и уже. Но у них какой-то особый специфический вкус, да? Поэтому их добавляют. Понятно. А то вот интересно, что за маленькие зеленые штучки? А это каперсы. Это все перемешивается и смешивается с майонезом, да? Да. Есть, понятно. Так, а все остальное у нас идет для выкладки, для украшения. Для декорации. Неплохая декорация, я бы так сказала. Раковые шейки, перепелиные яйца, говяжий бульон. Хорошая декорация. Но сама основа, вот он получается, да? Привычный в нашем понимании. Да, основа основа это добавление к этому салату. Ну, я знаю, что над салатом оливье исхитряются просто немыслимыми образами. Но именно над тем, которые мы знаем, да, сейчас в наше время. Но есть же всего лишь обыкновенная классика, которой можно придерживаться. Так же и в модельеры, да, добавили туда. Соль и перчик. И перчик. А соль и перец надо добавлять после майонеза? Да, чтобы он потек. Чтобы не потек салат. Вот, видите, уже хитрость. Дорогие друзья, запоминайте. Соль и перец. Есть. Добавляются после майонеза, чтобы не потек. И выкладываем. Так, вот меня все время умиляет и восхищает вот эти вещи, когда ковар вот именно выкладывает все. Как оно будет? Ну, так это же твое творение. Это искусство, да. Это же твое творение. Это произведение. Это твои дети. Да. Так, овальная длинная тарелочка. И вот так вдоль серединочки. Это моя подача. Ну, понятно, что сейчас... Да, я имею в виду, если гости нашей передачи, да, захотят зрителей увидеть, то есть сделать именно такую выкладку без проблем. Ну, могут сочинить себе что-то сами, да? На самом-то деле они могут смешать все ингредиенты, которые у нас будут идти на декорацию. И все в одной общей массе подать, да? Да. Так, вот мне уже нравится вот это все. Я не знаю, как у вас, у меня слюни уже текут. Берем наших рябчиков. Красота. Рябчики. Это, собственно, эти... Окорочка рябчиков. Да, это бедрышки. А это что, грудка или что? И вот так по обе стороны выкладывается, да? Да. Берем раковые шейки. Раковые шейки дальше идут в ход. И куда? Они тоже на салат вот так выкладываются. Ой, тут, по-моему, все можно попробовать в этом салате. Ну, вообще, если так сказать по-простому, вот 150 лет назад, ну, любили люди покушать. Особенно русские. Да, ну, русский чек, по-моему, всегда любил покушать. Потому что жили всегда в бедности. Это репа какие-то, да, тюи готовили. А потом решили все вместе сразу, чтобы... Пришла очередь к ланспику, да? Так, что вы с ним делали? Это говяжий желированный бульон. Как правильно называется? К ланспик. К ланспик он называется, да? Да. Говяжий бульон, который вот... Желированный бульон, да. Желированный. Ну, сколько всяких неизвестных слов еще находится в кулинарии. Перепиленные яички и удаляем желток. А куда, зачем? Все, удалили. Самое красивенькое, желтенькое удалили. А они в салат не пойдут, я так понимаю, да? А вот этот ланспик, он будет как раз сюда, в серединочку яйца. Я правильно догадалась? Да. Все, я догадливая. Я уже почти повар. Что-то узнала, что-то услышала, что-то увидела. И дома можно попробовать. А в оригинальный рецепт салата, по-моему, там еще черная икра шла, да? Да. Паюсная, по-моему. Паюсная черная икра. Ну, вот смотрите, сочетается и мясо, и раковые шейки, и икра, ну, такое белковое все. Ну, у Оливье, я так поняла, что больше он был мясной салат, да? То есть там ингредиенты мясные, белковые больше были. Каким-то образом же нужно угодить, на самом-то деле, его гостям, его ресторанам. Так как они, опять же, гости русскоязычного населения России, царской. А что, царская Россия, правильно, икра сразу в штуку? Ну, да. А вот говорят, что там раки, это какие-то там вот такие вот членистоногие, которые не очень эстетичны, что они там полывают по дну, едят всякую дрянь. Ну, а мы же их употребляем в пищу, и, по-моему, даже раковые шейки, это деликатес считается, да? Конечно. Ну, что люди не понимают в колбасных обрезках, правда? Ну, это очень вкусно, хотя многие не любят. Если не любите, можете аккуратненько взять и убрать их из салатика, или вообще туда не класть, правильно? Так, это очень красиво, оно почти как желточек. Желтенький говяжий бульон получился такой. Одно желтенькое вынули, другим заменили. Так, есть. И что у нас еще осталось? А, каперсы для украшения, я помню, да? Да. Отлично. А вот это что такое еще заправка? Тимьян. Это тимьян, тоже для украшения. Да. Ой, он пахнет потрясающе. Мы привыкли видеть это в пакетиках, да, в рассыпчатом виде. А тут веточка тимьян. Красиво. Так, очень художественно красиво раскидали каперсы. Берем тимьян. Угу. И чего вы с ним сейчас будете делать? Мы его тоже ставим на декорацию. Да. Декорируем блюдо. Веточками. Ух ты. А его так лопать можно? Да. Ну, это очень пряный вкус. Все-таки это прованс. Угу. Ну, правильно, как бы, Люсьена Левье Прованс. Все? Да. Все готово? Конечно. Так, давайте тогда берите это в руки и покажите нашим телезрителям вот эту красоту. Салат Левье готов. Готов. Ну, смотрите, здесь никаких вот уже не накрошили ни помидоры, ни листья салата. Тут все очень тонко, изящно. Ну, как говорится, высокая кухня. Итак, дорогие друзья, приблизительно к оригиналу салат Оливье готов. Сергей Горелов, шеф-повар ресторана «Бородино». Сережа, у вас есть чем поделиться с нашими телезрителями? Поделитесь, пожалуйста. Я хотел бы наших телезрителей поздравить с наступающим Новым годом, пожелать им здоровья, успехов и помните, что все ваши желания обязательно исполнятся. С Новым годом. Загадывайте, да? Да. Вы загадали уже желания? Да. Какое интересно. Все, это нельзя говорить. Это секрет, конечно. Мы от чистого сердца желаем, чтобы все ваши желания обязательно сбылись, чтобы ваша семья, ваши детки были здоровы. Здоровые только вас радовали. Спасибо большое. И успехов в труде. Спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо большое. Дорогие телезрители, программа у нас сегодня праздничная, новогодняя, поэтому в ней много сюрпризов. Первым сюрпризом было то, что мы познакомили вас с оригинальным рецептом Оливье, который был создан 150 лет назад. Ну, а следующий сюрприз, он даже не один, их целых три. У нас в гостях Снегурочки. И первая Снегурочка, которую я хочу вам представить, это Екатерина Луговцова. Катенька, ну, в первую очередь, здравствуй. Здравствуйте. С наступающим Новым годом. Спасибо. И сразу такой вопрос. Ты Снегурочка-то давно вот воплощаешь этот образ? Давно? Лет пять уже. Снегуришь? Да. С удовольствием одеваю костюм Снегурочки и очень нравится. А что тебе ближе всего, что тебя притягивает в этом образе? Почему тебе нравится он? Есть возможность осуществления сказки, в которую верят и сразу воспринимают тебя не как девочку, а как что-то волшебное, сказочное, доброе. Ну, а сама ты веришь в Деда Мороза? Верю. Веришь? Верю. Потому что подарков мы ждем всегда, да? В Новый год. А от Деда Мороза что? Самое главное – это подарки. Обязательно. И мороз. Катя, у нас сегодня программа об Оливье, ты уже об этом знаешь, да? Повар помог нам воссоздать оригинальный рецепт Оливье. Ну, а теперь от тебя, от Снегурочки, ну, в первую очередь, конечно, женщины, мамы, хозяюшки. По секрету говорю, она мама, вот эта вот девочка, да, у нее есть маленькая дочка Сашенька. Замечательная. Но Сашенька еще Оливье не кушает, да? Ну, муж-то твой, Виктор, он Оливье как, уважает? Муж тоже не кушает Оливье. Тоже не кушает? Ну, ты готовишь хотя бы иногда Оливье? Я готовлю Оливье всегда по праздникам, потому что это готовили в моей семье, мои мамы, бабушки. Я всегда традиционно готовлю это блюдо. Хорошо. Какой рецепт Оливье у тебя? Поделись нашими телезрителями и со мной. Мой рецепт не оригинален, но он, наверное, самый вкусный и испробованный нашей семьей. Мы попробовали множество вариаций и остановились на классическом в нашем семейном понимании. Для приготовления нашего салата я буду использовать куриную грудку, картофель, яйца, свежий огурец, майонез и сметану. И сметану. Хорошо, понятно. Вы мне поможете? Конечно, помогу. Давай, что делать мне? Вам мясо. Это такой, получается, он свежелегкий такой. Куриное мясо, оно легкое, нежирное, да, куриная грудка? Это такой летний оливье. Если бы его можно было назвать, значит, летний. Итак, первый салат оливье от Снегурочки Екатерина готов. Катенька, повторяй нам, что там есть. В этом салате куриная грудка, яйцо, картофель, горошек, свежий огурец, зеленый лук и заправка, майонез и сметана. Чтобы он был такой полегче, да, чуть-чуть, как сказала, летний оливье, летний оливье и Катенька. Что, дорогие друзья, у нас на подходе следующий сюрприз. Снегурушка, Снегурочка. Снегурушка, потому что играешь роль сейчас Снегурушки, да, в новогодней сказке. Да, это точно. Это Инесса. Инесса – актриса театра и, ну, скажем так, Снегурочка со стажем. Инна, сколько ты уже Снегурочка? Ну, давайте не будем. А, понятно, все, не будем. Как женщины спрашивают о возрасте, тебя спрашивают, сколько ты Снегурочка? Я пожизненная Снегурочка. Да, ну, промолчение. Инна, давай так, я тебе сразу пожелаю как можно больше лет быть Снегурочкой, чтобы у тебя было это ощущение внутри, чтобы внешне ты всегда была вот такой же яркой, красивой, чтобы... Я просто видела, как на нее смотрят дети, знаете, как вот так. Потому что она самая красивая, самая яркая, и она всегда рядышком с ними. Инна, мы сегодня готовим оливье, самый новогодний салат, о котором, как бы, всегда говорится, да, что за новогодний стол без оливье. Да. Ты готовишь оливье на Новый год? Конечно. У меня сын очень любит оливье. Так, какой рецепт твоего оливье поделишься с нами? Давай, рассказывай. Вот у нас есть набор продуктов, что ты используешь для своего салата? Да, мы немножко отойдем от традиционного, обычного нашего салата. Мы будем готовить оливье с вареным языком и с вареными перепелиными яйцами, помимо всех остальных ингредиентов. Хорошо, давай тогда приступать к команду, кто что будет делать, я буду тебе помогать. Да, я могу начать, например, с картошечки, а что тебе больше нравится, можешь взять яичко обыкновенное, потому что у нас пойдет, мы берем маленькими порциями, мы возьмем половину яичка обыкновенного и перепелиное. И перепелиное яичко, да. А я начну с картошечки, да, возьмем вот этот нож. Давай, удобно. Ты, значит, с картофеля, я тогда беру половинку яйца куриного, да? Да, чтобы не было много, потому что у нас порции маленькие. Хорошо. А язык, что мы делаем с языком, как мы его режем? Мы, значит, в салатную нарежем просто дольками, или можно даже квадратиками, но мы также используем для украшения вот такие вот полностью. По периметру тарелочки, да? Тогда я режу тоненькие кусочки, которые будут у нас, вот так подойдет? Да, их можно 4 штучки. Мы, кстати, можем сразу же начать украшать тарелочку. Давайте. В этот салат мы обязательно нарежем солененький огурчик, потому что очень хорошо сочетается с языком. И все-таки немного свежего, потому что Новый год – это свежесть. Свежесть. Огурцы тоже помогут. Мы возьмем немножко лука зеленого. Мы его на украшение или будем вмешивать? Добавим обязательно, потому что все-таки острота должна быть. Вот, чуть-чуть для пикантности мы добавили оливки. Именно вот эту зелененькую часть. Вот так. Замечательно. Хорошо, хватит. Это все можно загружать сюда, да? Так, вот у нас легкий майонез, очень легкий. Замечательно. И на соль, перец добавляем. Обязательно, да. Мы поперчим. Тогда добавляем. Так, я узнала секрет от повара, что сначала надо перемешать майонез с ингредиентами, а потом посолить и поперчить, чтобы вот как раз об огурце мы говорили, чтобы он не пустил сок. Ну все, теперь все готово. Рассказывай. Перепелиные яйца для украшения. Язык. Дальше что у нас? Обыкновенные яйца куриные, горошек, морковка вареная, картофель, майонез. Соленый огурчик. Да, соленый огурчик. И свежий огурчик. Чуть-чуть зеленого лучка. Да, поперчили, посолили. И вот, пожалуйста, приятного аппетита. Приятного аппетита. Сегодня сюрпризы не заканчиваются. И у нас в гостях главная снегурочка города Тирасполя, столицы нашей Приднестровской республики. Наталья Аптер. Наташа, ну я знаю, я просто лицезрела это действо. Въезд лимузина в город, выезд Деда Мороза и Снегурочки на центральную площадь, огромная елка и по волшебству, по мановению. Вашему с Дедом Морозом зажглась эта праздничная елка на центральной площади нашей столицы. Так? Да, конечно, это так. Это очень такой волнующий момент, очень торжественный. А у самой там происходило? Конечно, когда только въезжали на площадь, все равно внутри такое ощущение, что ты совершаешь что-то такое нереально сказочное. Чудо, да? Чудо. Чудо. Чудо не забывать о том, что впереди праздники, много вкусных блюд, много полезной пищи, но нужно думать о своей фигуре. Ну я вижу, да, вот обратили внимание, у нас фигуры очень разные, да, не в мою пользу, к сожалению. Нет, ну пользы-то у меня больше. Да, поэтому сегодня будет салат Оливье вегетарианский. Вегетарианский, то есть он легкий, да, я так понимаю? Абсолютно легкий. Нежирный. На Новый год употреблять можно его тазиками. Хорошо, тазиками это нам не привыкать. Рассказывай, что у нас, какие ингредиенты будут входить в этот салат. Значит, в наш вегетарианский Оливье войдет картофель отварной, мы нарежем его мелкими кубиками, войдет корейская морковка, войдет туда горошек консервированный и кукурузка, сыр, огурцы свежие, огурцы кислые, зеленый лучок и заправка. Какая? Сметана, мы перемешаем ее с горчицей, добавим перец, соль по вкусу и все это дело мы перемешаем. Майонез мы не добавляем? Нет, не добавляем. Все, отказать майонезу нет? Да, сметана. Хорошо, давай тогда приступаем. Теперь мы украшаем. Да, осталось украсить Оливье. Давай. Такой замечательный легкий Оливье мы предлагаем вам попробовать и обязательно приготовить к новогоднему столу. Давайте все под Новый год друг другу пожелаем удачи, счастья и любви на много лет вперед. Пусть светит яркая звезда над нашим мирным краем. Счастливым будет пусть для всех пришедший Новый год с наступающим 2015 годом. Ура! Дорогие, любимые, родные, в каждом доме, в каждой семье, мне очень хочется, чтобы у вас и в этом, и в следующем, и во всех последующих годах было в семьях добро, было здоровье, было много-много счастья. А в этом году, в эту новогоднюю ночь, обязательно на вашем праздничном столе, чтобы был, как всегда, салат Оливье. А может быть, он будет по одному из наших сегодняшних рецептов. Мы вам желаем приятного аппетита. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова